Видите, какой размер ягоды. По-моему, впечатляет. Вся жизнь – малина. Для фермера Галины Толстовой это не просто слова. При хорошей погоде за день удается собрать до 500 литров ягод. Забота здесь проявляется к каждому плоду. Сборщик. Он может спокойно в течение часа снять ведро малины такой. Потому что это несложно. Это достаточно быстро. Потому что это зависит от качества, от плотности. Ягоды собираются, чтобы она была плотная, не переспелая. Особенно это важно для переработки. Идея собственного бизнеса Галиня пришла три года назад. Недолго думая, реализовала проект по выращиванию крупноплодной малины, а также приобретению теплиц. Сформировав небольшое хозяйство, получила поддержку от губернатора. Сперва 600 тысяч рублей, потом еще миллион. Крупноплодную малину здесь собирают стандартным способом. Выходят ранним утром в поле. Это позволяет ягоде держать максимальную сочность. И собирают ее руками. Это позволяет ягоде держать нужную форму. Далее свежесобранная малина идет на переработку, где из нее получается не менее вкусный джем. За день из ягодного сырья на производстве изготавливают до тысячи банок сладкого продукта. Свою линию компания «Русский лес» открыла в том году в Ачоре. Инвестиции составили 2 миллиона рублей. В джем идут только российские ягоды, в частности пермские. Черника, брусника, клюква, малина, клубника. Директор Никита Кашкин рассказывает, конкуренция на рынке в первую очередь идет с зарубежными производителями. Взяв за образцы иностранную продукцию, молодой бизнесмен модифицировал производство под российский рынок. Все это на волне импортозамещения окажется очень привлекательным. Сотрудничать с министерством сельского хозяйства. То есть на своем примере мы поняли, что они готовы идти навстречу. Информационная поддержка, также поддержка в сбытии. Мы отправляли уже свою продукцию на региональные ярмарки в Москву. В прошлом году 128 крестьянско-фермских хозяйств получило гранты от краевых властей. От полутора до семи миллионов рублей в зависимости от масштабов производства. За три последних года мы поддержали более 200 начинающих фермеров, 60 семейных животноводческих ферм. И на самом деле есть очень серьезный результат от этого. За 2014 год плюс 37% в валовом производстве увеличилось. И в этом году мы рассчитываем, что производство прирастет еще не менее чем на 40%. Тем более, что деньги есть. За своевременное доведение средств до фермеров Москва выделила нашему региону дополнительные 100 миллионов рублей. Теперь денежный фонд «Края» на поддержку небольших хозяйств составляет 260 миллионов рублей. Это на 40 миллионов больше прошлого года. Руслан Пепеляев, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Продолжение следует... Продолжение следует...